привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и в предыдущем ролике мы рассказали о таком устройстве в котором при плавном повороте ручек упругий тонкий лист внезапно перескакивает из одного положения в другое и такие резкие перестройки системы при плавном изменении параметров принято называть катастрофами ну собственно если перевести с греческого слова катастрофа на русский то и получится перестройка и мы сегодня рассмотрим так называемую машину катастроф устройство которое придумал в 1969 году английский математик кристофер зиман эта машина выглядит очень просто ее основу составляет диск который может свободно вращаться на оси и на краю этого диска прикреплен шпенек а второй шпенек прикреплен к самому планшету и на эти два шпенька повешена растянутая резинка а еще и одна такая же резинка прикреплена к шпеньку а на другом конце имеется карандаш с помощью этого карандаша мы можем делать отметки на планшете поглядывая при этом что происходит с вращающимся диском почему же это устройство называется машиной катастроф давайте посмотрим как она работает вот я плавно виду карандашом и в какой-то момент диск резко перескакивает другое положение и давайте пометим точку в которой в этот момент находился карандаш давайте пройдем в другую сторону и диск снова перескакивает другое положение пометим и эту точку и вот мы поставили множество экспериментальных точек соединили их плавной линии и получили вот такую фигуру несколько напоминающую летучую мышь и сейчас мы более подробно разберемся что происходит когда мы пересекаем ее границы когда карандаш пересекает границы фигуры но не пересекает ее оси симметрии то ничего интересного не происходит диск плавно меняет свое положение но когда карандаш заходит внутрь фигуры пересекает оси симметрии и выходит из фигуры наружу диск резко перещёлкивает другое положение причем если карандаш выходит из фигуры через дальнюю от диска границу то радиус диска смотрит направо а если карандаш выходит через ближнюю границу то радиус диска смотрит налево но чем же отличаются точки внутри фигуры и точки вне нее. Для того, чтобы с этим разобраться, давайте рассмотрим потенциальную энергию нашей системы. Когда карандаш стоит вне фигуры, то потенциальная энергия имеет единственный локальный минимум и соответствует ему единственное устойчивое положение диска. А когда карандаш находится внутри фигуры, у потенциальной энергии имеется теперь два локальных минимума. Вот один и вот второй и два устойчивых положения диска. Но я замечу, что диск сам по себе не может перейти из одного устойчивого положения в другое. Мне приходится его подталкивать. Такую же машину катастроф можно собрать и в программе Алгуду. В ней нет статического трения и границы области, в которой потенциальная энергия системы имеет два локальных минимума, могут быть определены заметно точнее. Мы пометили их синими кружками. Вы тоже можете собрать такую машину и с ней поэкспериментировать. Мы управляем системой с помощью карандаша, а его положение описывается двумя координатами на плоскости. А состояние самой системы определяется единственным параметром углом поворота диска. Ну и таким образом все состояния системы можно задать с помощью некой поверхности в трехмерном пространстве. Но для нашего ролика описание всей этой поверхности будет слишком сложным. Поэтому мы ограничимся диаграммой состояний для положения карандаша вблизи переднего носика. И при этом я еще хочу заметить, что кроме устойчивых состояний системы, вот у нас их два, имеется еще и неустойчивое. Ну вот, если я выставлю радиус вдоль оси симметрии системы, то у нас имеется равновесие, но оно неустойчиво. При небольшом толчке система перескакивает в устойчивое положение. Здесь изображена часть поверхности состояния системы вблизи носика. По горизонтали отложена координата карандаша, а по вертикали угол поворота диска. И поверхность состояния напоминает складку на ткани, поэтому катастрофа, которая здесь происходит, называется катастрофой складки. Карандаш движется и мы идем по поверхности. Доходим до края складки. Карандаш должен двигаться дальше, а здесь дальше двигаться некуда. И поэтому мы с верхней части складки попадаем на нижнюю и теперь движемся сюда. А если мы пойдем наоборот, с нижней части складки, то мы снова дойдем до вот этого края складки и вынуждены будем перескочить на верхнюю поверхность, а дальше двигаться в эту сторону. И получается нечто вроде гистерезиса. Но надо заметить, что мы могли бы идти не вдоль края складки, а вот таким образом обойти носик и попасть в эту точку без всяких перескоков диска. С этой машиной мы отчасти разобрались, а сейчас Андрей расскажет о другом устройстве, которое позволяет прояснить некоторые другие стороны теории катастроф. И вот здесь на столе у меня стоит такое устройство. Качалка параболической формы, к которой прикреплен грузик с помощью магнита. И этот грузик можно перемещать по качалке. Ну, сейчас она стоит устойчиво на своей нижней точке, но если я грузик чуть-чуть подниму выше, то это положение перестанет быть устойчивым. А качалка будет запрокидываться на одну или на другую сторону. Ну и перемещая грузик, мы можем отыскивать такие положения, в которых у качалки есть два состояния устойчивости и такие, в которых такое состояние только одно. Например, вот так. Если я на ту сторону перекину, конечно, сюда вернется. Но если я подниму ее куда-нибудь грузик повыше, то окажется, что имеется и вот такое состояние устойчивости. И где-нибудь вот здесь. И вот такое. Раз и два. Ну и таким образом у нас есть точки с двумя положениями и точки с одним положением устойчивости. И эта задача чем-то схожа с задачей об определении устойчивости корабля. У нас, кстати, есть такой ролик. Ну, а я буду анализировать сейчас не вот эту качалку, в которой какую-то массу имеют и сами параболические сегменты, а идеальную, воображаемую, в которой параболический сегмент не весом, а к нему прикреплен точечный весомый магнит. Допустим, что грузик, а стало быть и центр тяжести системы, находится в точке, которую я пометил черным цветом. Ну, тогда в положении равновесия качалка должна развернуться таким образом, чтобы центр тяжести находился в точности над точкой опоры. Ну, и геометрически ствол будет являться касательной к параболе, а отрезок, соединяющий точку касания с центром тяжести, будет нормалью к параболе. И если из этой точки можно произвести всего одну нормаль, то тогда и положение равновесия будет одно. Но существуют и такие точки, из которых можно провести несколько нормалей. Ну, вот я такую точку пометил красным. Понятно, что можно провести нормаль к основанию параболы, поскольку точка лежит на оси. Но еще можно провести две нарвали влево и вправо. И у такой системы будет иметься три положения равновесия. Одно, второе и третье. Но надо заметить, что это третье положение. Ему будет соответствовать не минимум потенциальной энергии, а максимум. Нормальным соответствует экстремум, а минимумы или они, или максимумы надо выяснять отдельно. И поэтому это положение будет неустойчивым, и качалка будет заваливаться влево или вправо. И я взял такой же параболический сегмент и провел, как граничивающие его параболи, некоторое количество нормалей. И мы видим, что те нормали, которые проведены к левой ветви, они не могут попасть вот в эту зону. А те нормали, которые проведены к правой ветви, точно так же не могут попасть вот в эту зону. Ну и таким образом вся наша поверхность, вся плоскость разделилась на две части. Нижнюю, такую, что из точек в этой области мы можем провести только одну нормаль к параболе. Ну и соответственно имеется только одно устойчивое положение равновесия. И верхнюю, такую, что из точек в этой зоне можно провести три нормали к параболе, которые соответствуют двум устойчивым положениям равновесия и одному неустойчивому, находящемуся между ними. И кстати сказать, если немножко подумать, то можно понять, что здесь мы имеем дело с такой же катастрофой складки, какую Алексей рассматривал в своем первом примере. А теперь настало время нашего заключительного вопроса, и он будет таким. Я нарисовал здесь линию складки для параболоида. И представим себе, что центр тяжести находится в точности на этой линии. Ну тогда у нас имеется две нормали. И я развернул параболоид вот таким образом и поставил его на стол. Ну и спрашивается, что будет происходить с параболоидом дальше, когда он так поставлен? Будет ли такое положение устойчивым? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok